Почетным донором считается тот человек, который сдавал свою кровь более 40 раз. На самом деле донация очень полезна для самого донора. У человека укрепляется иммунитет. Мужчинам сдавать кровь можно не более пяти раз в год, женщинам не более четырех. Главный врач областной клинической больницы, который по специальности является анестезиологом-реаниматологом, рассказал, для чего зачастую требуется сдаваемая кровь. Кровь это как орган, это по-прежнему остается единственным лечебным средством, который позволяет спасать пациентов с острой массивной кровопотери, с геморрагическим шоком. Это достаточно большое количество клинических ситуаций, когда это происходит. И в родовоспоможение, и при политравмах, и при обширных хирургических вмешательствах. Поэтому здесь как раз инициатива самих медработников поддержать донорство, она здесь крайне важна и актуальна. За один раз донор может сдать 450 мл своей крови, из которой впоследствии будут выделены бесценные компоненты. Ученые за долгие годы научились изобретать искусственные плазмозамещающие растворы с функцией переноса кислорода, однако лучше настоящей крови пока что ничего не изобрели. В настоящее время доноры очень важны и для гематологических отделений любых больниц. Гематологические пациенты требуют не только переливания троцитов, но у них очень часто требуется и трансфузия тромбоцитов. Очень много гематологических состояний, заболеваний, при которых нарушается образование своих тромбоцитов, а без них человек просто истечет кровью. И это для них опять же является жизнеспасающей процедурой. Стать донором может любой рязанец. Сделать это можно в ОКБ или в областной станции переливания крови. Донор утром должен позавтракать. Завтрак должен быть легким, желательно не содержащим жирной пищи. Но это может быть каша, печенье, сладкий чай. Донор к нам приходит. После кроводачи он также пьет чай по желанию. И перед кроводачей у нас также он пьет чай с печеньем или с чем-то мучным. Перед кроводачей также желательно выспаться, отдохнуть накануне, не употреблять алкоголь. И, соответственно, медикам после суточного дежурства не рекомендуют создавать кровь. То есть донор должен быть подготовлен. Перед сдачей крови донор всегда проходит первичное обследование на выявление уровня гемоглобина, определение группы крови, резус-фактора и осматривается врачом. Для сдачи крови с собой необходимо иметь паспорт. Для привитых от коронавируса и переболевших им действуют небольшие отсрочки по донорству. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».